3 мая и на градуснике у нас 11 градусов тепла распевают птицы с утра вот так а мы с вами продолжаем читать роман сервантеса дон кихот глава 35 в кое продолжается рассказ о том как дон кихот узнала способе расколдовать вдоль семею а равно и о других удивительных происшествиях тут все увидели что под звуки этой приятной музыки к ним приближается нечто вроде триумфальной колесницы запряженной шестеркой гнедых мулов покрытых белыми попонами и на каждом из мулов сидел кающийся в белой одежде с большим зажженным восковым факелом в руке была сия колесница раза в два а то и в три больше прежних на самой колеснице по краям ее помещалось еще 12 кающихся в белоснежных одеяниях и с зажженными факелами какое зрелище приводило в восхищение и вместе в ужас а на высоком троне восседала нимфа под множеством покрывал из серебристой ткани сплошь усыпанных золотыми блестками что придавало не весьма богатому ее наряду особую яркость лицо ее было прикрыто прозрачным и легким газом сквозь его складки проглядывали очаровательные девичьи черты а множество факелов ее освещавших позволяли судить о красоте ее и возрасте каковой по-видимому не достигла двадцати лет и был не ниже семнадцати рядом с нею сидела фигура под черным покрывалом в платье доходящим до пят с длинным шлейфом колесница становилась прямо перед герцогом герцогинию дон кихотом и в то же мгновение на ней смогли звуки гобоев арф и лютни фигура же встала с места распахнула длинную свою одежду откинула покрывала и тут все ясно увидели что это сама смерть костлявая безобразная и при взгляде на которую дон кихот задрогнулся санчо струхнул и даже герцогу с герцогини стало не по себе поднявшись и подтянувшись во весь рост это живая смерть несколько сонным голосом и слегка заплетающимся языком заговорила так я тот мерлин которому отцом был дьявол как предание утверждают а священно векам это ложь князь магии верховный жрец и кладезь старинной заростровой науки я с временем веду борьбу стараясь чтоб вопреки ему вы не забыли о странствующих рыцарях которых за доблесть я глубоко чтил и чту хоть принято считать что чародеев волшебников и магов отличает завистливый коварный злобный нрав я кроток ласков к людям благосклонен и всячески стремлюсь творить добро я пребывал в пещерах дита мрачных вычерчивая там круги и ромбы и прочие таинственные знаки как вдруг туда проник печальный голос прекрасной дульсинеи и стовоса поняв что превратила колдовство ее и знатной дамы в поселянку я жалостью проникса заключив свой дух пустую оболочку этой на вид ужасной изможденной плоти перелистал сто тысяч фолиантов в которых тайны видовства сокрыты и поспешил сюда чтоб положить конец беде столь тяжкой и нежданной о ты краса и гордость тех кто ходит в стальных и диамантовых доспехах ты свет маяк пример учитель вождь тех кто предпочитает костной лень и праздной неги пуховых перин кровавый тяжелый ратный труд узнай о муж прославлены навеки геройскими деяньями узнай испании звезда ламанчи солнца разумный и учтивый дон кихот что обрести первоначальный облик сладчайший дульсинеи и стовоса удастся к сожалению не раньше чем санчо твой оруженосец верный по доброй воле под открытым небом три тысячи и триста раз огреет себя по голым ягодицам плетью так чтоб зудел горел и саднил зад решение это с коим согласились все кто в ен счастье виновен я и пришел сеньоры объявить да ну тебя вскричал тут санчик какое там три тысячи для меня и три удара плеткой все равно что три удара кинжалом пошел ты к черту с таким способом расколдовывать не понимаю какое отношение имеют мои ягодицы к волшебным чарам ей богу если бы только сеньор мерлин не найдет другого способа расколдовать сеньору дульсинею табускую то пусть она и в гроб сойдет заколдованы а вот я сейчас схвачу вас дрянь паршивая заговорил тонкий ход в чем мать родила привяжу к дереву и не то что три тысячи триста плетей а и все шесть тысяч шестьсот влеплю да так что дергайтесь вы хоть три тысячи триста раз они все равно не отлепятся и не смейте возражать иначе я из вас душу вытрясу но тут вмешался мерлин нет так не годится на эту порку добрый санчо должен пойти добровольно а не по принуждению и при том когда он сам пожелает ибо никакого определенного срока не установлено кроме того бичевание будет сокращено вдвое если только он согласится чтобы другую половину ударов нанесла ему чужая рука хотя бы и увесистая не чужая не собственная не увесистая не развесистая объявил санчо никакая рука не должна меня трогать я что ли родил синьору дульсинею табускую так почему же мне своими ягодицами приходится расплачиваться из-за ее грешные очи вот мой господин уже подлинно составляет часть ее самой потому он беспрестанно называет ее своей жизнью душой и опорой поддержку и он может и должен отстегать себя ради нее и сделать все лишь бы только она была расколдована но чтобы я себя стал хлистать отрекаюсь только успел санчо это вымолвить как серебристая нимфа сидевшая рядом с духом мерлина вскочила откинула тонкое покрывало под которым оказалось необыкновенной красоты лицо и обращаясь непосредственно к санчо панси с чисто мужской развязностью и не весьма нежным голосом заговорила о незадачливый оруженосец баранья твоя голова дубовое сердце булыжни и кремниевые внутренности если бы тебе приказали наглая рожа броситься с высокой башни на землю если бы тебя попросили вдруг враг человеческого рода сожрать дюжину жаб две дюжины ящериц и три дюжины змей если бы тебя уговаривали зверски зарезать жену и детей кривою и острую саблею то твое ломанье отлынивание никого бы не удивило но придавать значение трем тысячам тремстам плетям в то время как самый скверный мальчишка из сиротского дома ежемесячно получает столько же вот что изумляет поражает ужасает все добрые души которые внимают здесь твоим словам и ужаснет еще всех тех которые со временем об этом узнают уставь гнусное бесчувственное животное уставь говорят тебе свои буркалы как у испуганного филина на мои очи подобные сияющим звездам и ты увидишь как поток за потоком и ручей за ручьем струятся из них слезы образуя промоины канавки и дорожки на прекрасных равнинах моих ланит жалься про щелыга и зловредное чудовище над цветущими моими летами до сих пор еще не перевалившими за второй десяток ведь мне всего только девятнадцать а двадцати еще нет и вот я чахну и увядаю под грубой мужицкой оболочкой если я сейчас не кажусь мужичку то это благодаря здесь присутствующему сеньору нерлину который сделал мне особое одолжение единственно для того чтобы моя красота тебя тронула ибо слезы скорбящей красавицы обращают утесы в хлопок а тигров в овечек хлещи же хлещи себя по мясам скот немыслимый пробуди свою удаль которая направлена у тебя на обжорство и только на обжорство и возврати мне нежность кожи кротость нрава и красоту лица если же ради меня ты не пожелаешь смягчиться и прийти к разумному решению то решись хотя бы ради несчастного этого рыцаря что стоит возле тебя то есть ради твоего господина которого душа мне сейчас видна она застряла у него в горле на расстоянии десяти пальцев от губ и намеренно смотря потому каков будет твой ответ суров ли благоприятен ли вылететь из его уст или же возвратиться к нему в утробу при этих словах дон кихот пощупал тебе горло и обратясь к герцогу молвил клянусь богом сеньор дульсинея говорит правду душа и впрямь застряла у меня в горле будто арбалетная я дружка что ты на это скажешь санчо спросила герцогиня скажу сеньора отвечал санчо тоже что и прежде насчет плетей отрекаюсь отрекаюсь должно говорить санчо ты не так выговариваешь поправила его герцогиня оставьте меня ваше величие сказал санчо мне сейчас не до каких-то там тонкостей прибавил я одну букву или же убавил я до того расстроен тем что кто-то будет меня пороть или же я сам себя должен выпороть что за свои слова и поступки не отвечаю хотел бы я знать однако же где это моя госпожа сеньора доль донья дульсинея табоская слышала чтобы так просили сама же добивается от меня чтобы я согласился себе шкуру спустить и обзывает меня при этом бараньей головой скотом и немыслимым и ругает на чем свет стоит так что сам черт вышел бы из терпения да что в самом деле тело то у меня каменное или же меня хотят сколько-нибудь касается заколдовано и она другая чтобы задобрить корзину белья с собой привезла бы сорочек платков и полу сапожек хоть я их и не ношу а это то и знай броница видно забыла как у нас говорят навьюч осла золотом он тебе в гору бегом побежит а подарки скалу прошибают а у бога просить не стыдись но и потрудиться для него не ленись и синица в руках лучше чем журавль в небе а тут еще мой господин вместо того чтобы меня умаслить и пошерстки погладить он мол тогда станет мягок как воск лепи из него что хош объявляет что схватит меня и привяжет голым к дереву и всыплет двойную порцию розок и пусть эти прескорбные сеньоры возьмут в толк что они добиваются порки не какого-нибудь там оруженосца а губернатора поднимай как говорится выше нет прах их подери пусть сначала научатся просить научатся уговаривать и станут повежливее а то день на день не похож и не всегда человек в духе бывает я сейчас готов лопнуть с досады что мое зеленое полу кафтане в клочьях а тут еще меня просят чтобы я дал себя высечь по собственному ухотению а мне этого также хочется как все равно превратиться в кассика скажу тебе по чести друг санчо умовила герцог что если ты не сделаешься мягче спелой фиги то не получишь острова разве у меня хватит совести послать к моим островитянам жестокосердного губернатора чье каменное сердце не тронут ни слезы страздущих девиц ни мольбы благоразумных могущественных и древних волшебников и мудрецов одним словом санчо если ты сам себя высечешь или тебя высекут и или не бывать тебе губернатора сеньор сказал санчо а нельзя ли дать мне два дня с руку чтобы я подумал как лучше поступить ни в коем случае возразил мерлин это дело должно быть решено тут же сию минуту либо дульсинея возвратиться в пещеру монтасиноса и снова примет облик крестьянки либо в том виде какой она имеет сейчас ее восхитят в елисейские поля и так будет ждать доколе положенное число розок не будет отсчитано полностью ну же добрый санчо сказала герцогиня наберись храбрости и оплати добром за хлеб который ты ел у своего господина дон кихота все мы обязаны оказывать ему услуги и ублажать его за добрый нрав и высокие рыцарские деяния дай же дружок свое согласие на порку и не празднуй труса ведь ты сам хорошо знаешь что храброе сердце злую судьбу ломает вместо ответа санчо повел с мерлином такую глупую речь сделайте милость сеньор мерлин растолкуйте мне сюда под видом гонца являлся черт и от имени сеньора монтасиноса сказал моему господину чтобы тот ждал его здесь потому он сам дескать сюда прибудет и научит как раскладывать сеньору доню дульсинею табоскую но до сих пор мы никакого монтасиноса в глаза и не видывали мерлин же ему на это ответил так друг санчо этот черт невежда и приздренной мерзавец я посылал его к твоему господину с поручением вовсе нет монтасиноса от себя самого монтасинос же сидит своей пещере и можно сказать ждет не дождется чтобы его расколдовали так что он и рад бы в рай до грехи не пускают если же он у тебя в долгу либо если у тебя есть к нему дело то я живо тебе его доставлю и отведу куда скажешь а пока что соглашайся скорее на порку уверяю тебя что это будет тебе очень полезно как для души так и для тела для души потому что ты сам ты тем самым ты оказываешь благодеяние а для тела потому что сколько мне известно ты человек полнокровный и легкое кровопускание не сможет тебе навредить больно много лекарей развелось на свете волшебники и те лекарями заделались заметил санчо панса но коли все меня уговаривают хотя сам то я смотрю на это дело по-прежнему так и быть я согласен нанести себе 300 тысяч и 300 ударов плетью с условием однако же что я буду себя пороть сам когда мне это заблагорассудится и что никто мне не будет указывать день и час я же со своей стороны постараюсь разделаться с этим возможно скорее чтобы все могли полюбоваться красотою сеньоры доньи дульсиней табоской а ведь она сверх ожидания видно и впрямь красавица еще я ставлю условием чтобы я не обязан был сечь себя до крови и что если иные удары только мук спугнут все таки они будут не зачтены равным образом ежели я собьюсь со счета то пусть сеньор нерлин который все на свете превзошел потрудиться посчитать и уведомить меня сколько не достает или же сколько лишка а лишки уведомлять не придется возразил мерлин чуть только положенное число ударов будет отпущено сеньора дульсинея внезапно расколдуется из чувства признательности явится поблагодарить доброго санчо и даже наградить его за доброе дело так что ни о лишке ни о недостаче ты не беспокойся да и небо не позволит мне хоть на волос тебя обмануть ну так господи благослови воскликнул санчо я покоряюсь горькой судьбине моей то есть принимаю на указанных условиях эту епитимию только санчо успел это вымолвить как снова затрубили трубы снова затрещали бесчисленные аркебузные выстрелы а дон кихот бросился к санчо на шею и стал целовать его в лоб и щеки герцогиня герцог и все прочие выразили свой восторг и колесница тронулась с места и при отъезде дульсинея отвесила поклон герцогу с герцогиней и особенно глубокий санчо а между тем на небе все ярче разгоралась заря радостная и смеющаяся полевые цветы поднимали головки а хрустальные воды ручейков журча меж белых и желтых камешков понесли свою дань оживавшим их рекам ликующая земля ясное небо прозрачный воздух яркий свет все это вместе и порознь возвещала что день стремившийся во след авроре обещает быть тихим и ясным герцог же и герцогиня довольны охотой а равно и тем сколь остроумно и счастливо достигли они свои цели возвратились к себе в замок с намерением затеять что-нибудь новое выдумывать же всякие проказы доставляла им величайшее удовольствие а